По традиции начинаем наш выпуск со свежей статистики. Увы, в последнее время статистика это нас совсем не радует, но, собственно, являясь частью объективной реальности, я полагаю, что она нам необходима, чтобы совсем уже не уходить в какой-то мир иллюзий и ложных представлений. Как сообщает ведущий башкирский экономист современности Рустем Шайхметов, убыль населения по естественным причинам в республике Башкортостан за январь-май 2023 года составила минус 5600 человек. Прирост населения был отмечен только в пяти муниципалитетах региона. За 10 последних лет в шести муниципалитетах население сократилось аж на 25%. За те же 10 лет в 11 районах республики Башкортостан население убыло на 20%. А теперь наложите эти цифры на факт стремительного отъезда молодежи, куда глаза глядят, на невыясненное пока число жертв специальной военной операции, алкоголизм, наркоманию, депрессивных регионов. И вы в полноте своей увидите пейзаж современной хабировской Башкирии, которая разъезжается и вымирает. Ну, как говорится, печально, но факт. Очередное, отмечу, восьмое уже за лето удорожание топлива вызвало, собственно, очередное, но вполне себе умеренное возмущение жителей республики. Один энтузиаст даже обратился было в Федеральную антимонопольную службу с робкой жалобой на цены Башнефти, но ФАС немедленно успокоило разбушевавшегося искателя о справедливости, заявив, что Башнефть, в общем-то, ни в чем не виновата. Оказывается, виноваты закупочные цены. Растерянному жалобщику остается только понять, у кого же закупает топливо Башнефть. Может быть, у самой Башнефти или все-таки поставщиками являются те самые зловредные солдаты НАТО? Ну, тогда, собственно, все понятно, да? Логично и нечего жаловаться. И, как говорится, жила бы страна родная и нету других забот. Так уж получается, что практически каждый субботний выпуск у нас содержит некую уголовную хронику из жизни чиновников Республики Башкортостан. Не исключением будет и эта суббота. Под конец минувшей недели пришла новость о возбуждении уголовного дела в отношении начальницы управления земельных и имущественных отношений администрации города Уфы, некой Кирилловой Ирины Валерьевны. Ее подозревают в преступлениях по статье 286 части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Превышение должностных полномочий, повлекшее ущерб государственной или муниципальной собственности или бюджетам». Срок по этой статье небольшой – 4 года, пока Ирина Валерьевна не под стражей, но уже под подпиской о невыезде. Дамочка эта попала на должность своего весьма значимую хлебную в 2020 году по прямой протекции покойного ныне мэра Мустафина. Примечательно, что мои источники в мэрии в один голос утверждают о том, что именно госпожа Кириллова глубоко посвящена в нюансы делишек с недвижимостью как самого Радио Хабирова, так и его ближайшего окружения. Но, естественно, самые жирные куски недвижимости и прочего имущества находятся в Уфе, а уфимская мэрия этим всем распоряжается. Но отмечу, что статья, по которой обвиняют госпожу Кириллову, не шибкая, а тяжелая, и, на мой взгляд, она не сдаст скольку-нибудь важную информацию в обмен на снисхождение. Хотя, как известно, люди разные, и стойкость перед кровавым режимом у них тоже бывает разная. В то же время отмечаем, что мэру Салавата Игорю Миронову в четвертый раз продлили меру пресечения, однако очень похоже на то, что громкое поначалу дело об энергетических концессиях пытаются слить примерно так же, как сливают сейчас, по сути дела, башспирта. Помните, сколько было шума, гамма, 400 миллионов рублей, тра-та-та, везем кота, и вот тишина. Видимо, в этих вот как бы репрессиях чиновников существует некая цикличность. Возникает момент, когда нужно явить глубинному народу такую глубинную справедливость, сразу бахают, хлопают каких-нибудь чиновников-застройщиков, самым строгим образом их наказывают. А в другой фазе этого цикла происходит такое что-то очень мягонькое, вот как примерно сейчас. Но в том, что касается дела башспирта или вот этой самой энергетической концессии, господина Миронова, напомню, что на обоих этих делах лежит мрачная тень экс-главы администрации Хабирова Александра Сидякина, ныне воцарившегося в руководстве партии «Единая Россия» в Москве. И я вполне допускаю, что именно вот это его положение накладывает вот такой вот отпечаток на то, как идут вот эти дела с концессией, с башспиртом и так далее. В общем, ну, как говорится, поживем-увидим. Пожалуй, что все в республике Башкортостан знают, что такое центр управления регионом. Это такой стеклянный пристрой к Белому дому, по которому все время бегает Прочаковская с микрофоном, бьет в медный колокол и делает добрые дела ничего не подозревающему народу Башкортостана. Еще иногда в этот цур вводят всяких гостей и лохов и показывают им, как замечательно и грандиозно оцифрован Башкортостан современности. Но при этом мало кто знает о существовании еще одной богадельни для чиновников – это так называемое государственное казенное учреждение «Информационно-аналитический центр Республики Башкортостан». Честно говоря, я тоже до недавнего времени не знал о существовании этой грандиозной организации, но вот случился некий скандал. До недавнего времени этим уютным аппендицитом бюрократии рулила сестра министра финансов Республики Башкортостан Лиры Закуановны Игдисамовой Дилара Закуановна. Сидела Дилара Закуановна ровно на попе с прямой спиной, но вдруг случилось что-то странное. В телеграм-каналах появилось пространное заявление, которое, подчеркну, пока еще приписывают авторству этой самой Дилары Закуановны. Я не утверждаю, что это заявление исходит из ее уст, но, тем не менее, оно подписано вот этим вот центром аналитических исследований. Текст этого заявления изобилует обидами, упреками, обвинениями в адрес вице-премьеров правительства и даже министра имущественных и земельных отношений госпожи Полянской. Обвиняются они в зависти, злокозненности и желании, в конце концов, отобрать драгоценные квадратные метры офиса вот этого самого аналитического информационного центра Республики Башкортостан. Сам же аналитический информационный центр в этих сообщениях преподносится как единственная, собственно, и последняя опора экономического и политического процветания Республики Башкортостан. В этом странном тексте особенно пикантной деталью выглядит обвинение мужа госпожи Полянской в том, что он, дескать, крышует какую-то собственность господина Хабирова в Подмосковье. Тут я позволю себе порассуждать. Если этот текст действительно вышел из-под пера вот этой самой Дилары, и она действительно сестра госпожи Игдисамовой, то в скором времени мы, вероятно, станем свидетелями стремительного упразднения вот этого аналитического информационного центра Республики Башкортостан за полной ненадобностью. Но, собственно, мы-то с вами точно не заплачем. С некоторым опозданием, впрочем, свойственным его натуре, господин Хабиров приостановил строительство храма всех святых в Уфе, как говорится, до выяснения обстоятельств. После приостановки строительства храма события стали развиваться стремительно. Предстоятель Уфимской епархии РПЦ Никон немедленно принял на себя грех застройщика богоугодного заведения, хотя ранее он с жаром отрицал этот статус, а группа энтузиастов-археологов, возглавляемая Рауфой Рахимовой, подала иск к администрации Уфы и все той же Уфимской епархии. Иск о признании незаконным выдачу разрешения на строительство храма. Напомню, защитники археологического памятника утверждают, что возводимый храм всех святых стоит прямиком на древних останках городища Уфа-2. Ну, что, собственно, не подтверждается кадастровыми схемами, которые, в свою очередь, утверждают обратное. Границы памятника и археологии, впрочем, утверждены. Были еще в 1961 году постановлением Совета министров Башкирской ССР, ну, собственно, за время пути собака могла подрасти. Я полагаю, что в любом случае перевести эту смутную историю в суд – решение верное. Там стороны могут открыто и документально отстаивать свои аргументы и доказывать друг другу свою правоту. Исчезнут вот эти все нарицания и предположения. Ну, в суде нужно будет показывать документы, схемы, можно приводить свидетелей, привлечь какой-нибудь Росреестр и так далее, и так далее. Собственно, весь спор заключен в том, находится ли площадь, отведенная под храм, на месте вот этого археологического раскопа. Собственно, вот это суд и должен определить. Я не знаю, связано ли вот с этой церковной историей событие, о котором я буду говорить далее, или не связано, но сам Хабиров внезапно решил принять участие в судьбе мечети «Ар-Рахим». Он пообещал лично, своими руками, способствовать возведению на место ранее рухнувшего на верше минарета. Тут, конечно, хочется отдельно обратиться к главе региона. Дорогой Радифоритович, только, пожалуйста, не поручайте написание сценария всего вот этого шоу опять про Чаковской. Непременно получится так же, как с гранатами. История с выселением жителей села Подольское, стремительно взятая на контроль господином Бастрыкиным, обрастает новыми пикантными подробностями. Оказывается, еще четыре года назад, когда ОГМК еще сильно и прямо в губы дружила с господином Хабировым, он пообещал построить для жителей села Подольское целый новый микрорайон. Где жители села Подольского смогут наслаждаться современным жильем и социальной инфраструктурой. Хабиров тогда заявлял, что все это великолепие будет создано в рамках некой федеральной и республиканской программы. А теперь выясняется, что дальше слов дело точно не пошло. Никаких нормативных документов по этому проекту Хабиров не создавал и не подписывал. Никаких федеральных и региональных программ не существует. А ОГМК теперь пытается расселять почти две тысячи жителей этого села куда-нибудь, как-нибудь и руководствуясь исключительно независимой оценкой стоимости землестроений. Ну, собственно, тут можно немножко даже возразить. Учитывая тот факт, что земля, на которой стоит вот это село, так изобильно насыщена медью и всевозможными рудами, было бы, наверное, справедливо предложить сельчанам не хрущевки в Мелиузе бэушные и вонючие, а виллы на Канарах. И все равно бы ОГМК осталось не в накладе. Помните, как много восторгов Хабирова было по поводу того, как ловко Мавлиев меняет светильники в городе Нефтекамске? Ряди Фаридович так восхищался достижениями юного мэра Нефтекамска, что даже повелел распространить опыт энергосервисных контрактов повсеместно в Республике Башкортостан. Правда, Федеральная антименопольная служба немного не согласна с восторгами главы Республики и сейчас возбудила дело по той самой Нефтекамской схеме, в частности, там расследуется завышение цены этих светильников. Но Мавлиев, к тому времени став уже мэром Уфы, успел соорудить этот энергосервисный контракт уже и в Уфе. Аж на целых 47 тысяч светильников. И вот гром среди ясного неба. Выясняется, что не все так просто в этой на самом деле истории. Мало того, что финансовая схема и суммы, которые город будет выплачивать долгие годы после того, как Мавлиева тут уже и не будет, вот эти суммы, они сомнительны, и их нужно точно проверять, насколько рационально было бы их истратить, Так выясняется еще, что светильники, которые планируют устанавливать в городе Уфе господин Мавлиев, не вполне соответствуют российским стандартам. Далее я процитирую текст письма от эксперта в области закупок и вот этих вот всех штук, которыми Мавлиев пытается освещать наш город. Письмо это очень интересное и подробное, я не буду подмешивать туда собственных рассуждений, я просто его вам зачитаю. 6 февраля 2023 года город Уфа в лице Управления по обеспечению жизнедеятельности города администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан заключил энергосервисный контракт с ПАУ «Башинфорссвязь». Далее идет ссылка на этот контракт. По контракту до конца года, 2023 года, по всей Уфе должно быть заменено более 47 тысяч старых уличных светильников на новые светодиодные. Эта история примечательна тем, что техническое задание было сформировано под светильники нефтекамского, откуда родом собственно сам Мавлиев, производителя. Ну, это предположение нашего эксперта. Собственно, это подтвердилось и недавно на портале госзакупок был опубликован договор между ПАУ «Башинфорссвязь» и ООО «Башлайт» город Нефтекамск, подписанный 15 июня 2023 года. Вот здесь дата важна. Далее ссылки на эти контракты. Абсурдность и пикантность этой ситуации добавляет следующее. По закону, если в проекте общая стоимость светильников превышает 1 миллион рублей, а в этом контракте она, естественно, превышает эту стоимость, то светильники обязательно должны быть подтвержденного отечественного производства. Постановление правительства Российской Федерации от 30 апреля 2020 года за номером 616. Они должны состоять в реестре промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации. Далее идет ссылка на этот реестр. По этой ссылке можно пройти и, введя слово «Башлайт» в первой столбце, убедиться, что на сегодняшний день, на сегодняшний день, подчеркиваю это, у «Башлайта» нет светильников в этом реестре. Они были в реестре до 31.03.2023, пока у «Башлайта» не истек срок действия заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданных Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. В этом можно убедиться, по ссылке введя в столбце заявитель слова «Башлайт». Сейчас уже вовсю должна идти собственная замена светильников. К примеру, до конца июля должно быть заменено не менее 20% по всему городу и устанавливают светильники, получается, по предположению нашего эксперта, не состоящие в реестре Минпромторга. Хотя в том же договоре между «Башинформсвязью» и «Башлайтом» есть пункт 5.3.5, в котором говорится, что устанавливаемые светильники обязательно должны состоять в этом реестре. Приводится цитата из договора. То есть, предположительно, они в наглую сейчас нарушают закон и, видимо, не хотят отменять собственные договоренности. Подчеркну предположительно. Кстати, «Башлайтом» сейчас рассматривается дело в управлении Федеральной антимонопольной службы по ОРБ. Они там прошлой весной намутили, извините за жарганизм, с администрацией Нефтекамска. Ну и так далее, и так далее. Так вот, я действительно не утверждаю пока, что нарушены законы и нормативы по установке светильников в соответствии с этим энергосервисным контрактом. Но полагаю, что правоохранительным и надзорным органам сейчас нужно самым внимательным образом изучить документацию, контрактную документацию, всю цепочку поставщиков и обратить пристальное внимание на вот эту компанию «Башлайт». 47 тысяч светильников в Уфе – это вам не код на чехал. Если эти светильники не соответствуют нормативам и стандартам, ну, сами понимаете, это может воздействовать на огромное количество жителей города Уфы, но и еще оно может воздействовать на бюджет города Уфы. Потому что, согласно этому энергосервисному контракту, город Уфа попадает в тяжелую зависимость и многие годы, напомню, будет выплачивать гигантские суммы, компенсируя вот этот вот энергосервисный контракт. То есть, в моем представлении, это замечательная синякура для Мавлиева и его товарищей. Они на многие годы вперед обеспечивают себе безбедное существование. В минувшую пятницу весь город Уфа обсуждал эпический провал асфальта на улице Блюхера. В разгар рабочего дня прямо на проезжей части образовалась гигантская воронка провал размером аж с ладу-калину. Очень глубокий на дне этого провала бурлил водный поток. Но, увы, это не единственная проблема ЖКХ в городе Уфе. В последний месяц на оперативных совещаниях в правительстве перестали обсуждать вообще ситуацию в ЖКХ, рассказывать нам о том, сколько было отключений, аварий и так далее. То есть, вообще эта тема снята. Ну, собственно, придется нам, наверное, уже вести обзоры вот этих вот коллапсов и коллизий в ЖКХ Уфе и Башкортостана. Ну, как говорится, поехали. Улица Бокалинская в Уфе. Вторую, подчеркиваю, вторую неделю. Утечка воды из водопровода. Рекой течет вода по улице. И, собственно, заплатим за эту утечку. И водоканалу мы все вскладчину через общедомовые нужды. Ну, и еще десятки больших и малых потоков по всему городу. Вода хлещет из всех дыр. И напомню, мы за нее заплатим. Она не просто так утекает. Район Сипайлова. На этой неделе авария. Без воды остаются 10 домов на улицах Гагарина, Рыльского, Академика, Королева. Но, собственно, у Головановы, видимо, все по плану. Она не собирается нам рассказывать ни своим ртом, ни ртом господина Палтусова об этом всем. У них все по плану. Вы, конечно, спросите, а что же делает мэр города Уфы? Города, попавшего в такое непростое положение. Отвечаю. Ратмир Мавлеев целиком и полностью захвачен идеей строительства летнего кинотеатра на набережной реки Белой. К зиме, уже к зиме уфимцы смогут увидеть отечественные фильмы на свежем воздухе. Но это примерно из той же оперы, что «Снегоплавильный завод», но к лету. На прошлой неделе вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой в интервью своем заявил, что ценности свободы и материального благополучия глубоко вторичны для россиян, а на первом месте для них – ценности русского мира и российской государственности. Я решил проверить, так ли это, и провел опрос в телеграм-канале «Открытые политики», на который, кстати, вы до сих пор не подписаны. В опросе участвовало более 1100 человек, и результаты этого вопроса во многом меня удивили. 33% опрошенных своим приоритетом назвали перспективу и хорошее будущее для детей. 23% важнейшей ценностью считают личную свободу гражданина. 21% во главу угла ставят мирное существование, мирное небо над головой. Только 15% назвали главным приоритетом для себя материальное положение. 4% считают личную безопасность и выживание главной ценностью. Лишь 3%, увы, только 3% считают Россию ценностью как государство. И, извините меня, пожалуйста, заранее, зет-патриоты, только 1% опрошенных главным смыслом жизни для себя видит ценность русского мира. Ну, что бы ни значило это словосочетание. К сожалению, мало кто из подписчиков нашего телеграм-канала, которые участвовали в этом опросе, уловили подвох, собственно, в постановке самого вопроса и опроса. На самом деле, без свободы, свободы личности и гражданина, невозможно ни будущее для детей, ни материальное благополучие, ни тем более мирное небо над головами. И то, что сейчас происходит в России и мире, тому неопровержимое подтверждение. На оперативных совещаниях по понедельникам Радий Фаритович дотошно поздравляет всех своих друзей и подельников с днем рождения. Но он точно не поздравит канал «Открытая политика» с шестилетием, которое случится у нас завтра, в воскресенье 13 августа. Но мы, собственно, на дорогого Радия Фаритовича не в обиде, ведь у нас есть почти 40 тысяч верных подписчиков, которых, собственно, мы всех и приглашаем завтра на 88-й стрим «Открытой политики», который начнется в 21.00. Заранее вопросы можно присылать в комментариях к этому нынешнему нашему сегодняшнему видео, но обязательно завтра подключайтесь, давайте поставим рекорд и превысим тысячную аудиторию, которую мы уже собирали как-то зимой на наших стримах. Очень часто люди заранее допытываются у именинников, что же им дарить на день рождения. Завтра, в воскресенье 13 августа, у канала «Открытая политика» день рождения 6 лет. Но что дарить нам, вопроса точно нет. Дарите вашу помощь и поддержку. Материально это можно сделать через расчетный счет, который мы публикуем в каждом нашем выпуске, и в описании под каждым выпуском. А ментально вы можете поддержать канал через комментарии, репосты, подписку на наш канал и всевозможными другими добрыми и веселыми способами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова